Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и вторая волна аукциона в первом раунде принесла новых две ПТХи. Канана Як Депанзер и СУ-130ПМ. На СУ-130ПМ я уже сделал такой себе экспресс-обзор, который вы сможете найти по ссылочке в описании. Также есть абсолютно честный обзор на данную машину, полноценный, за ценом брони, со сравнением с другими машинами на уровне. Ссылочку на абсолютно честный обзор вы также найдете в описании. Кроме того, в описании вы найдете точно такую же ссылочку только на Канана Як Депанзер, там где я зацениваю броню, которой здесь нет, сравниваю с другими машинами, ну и соответственно катаю в рандоме. Плюс к тому, там в описании вы найдете ссылочку на мое мнение в отношении ценников на обе этих машины в пределах зимнего аукциона. Короче говоря, переходите, посмотрите, я думаю вам будет полезно. Ну а в этом видео, как и с СУ-130ПМ в предыдущем, быстренько смотрим на технические характеристики и выкатываем ее из ангара для того, чтобы посмотреть на что она способна. Первое, на что вы можете обратить внимание, на то, что разработчики очень любят забрасывать пыль в глаза. Здесь стоит орудие на восьмерке прям от десятки. Но только что тут от десятки, я понять не могу. Да, здесь очень крутое время сведения 2,7 секунды. Хороший разброс, меньше трех. Я считаю, что это нормально, 0,293, это действительно круто. Что касается урона, да, окей, хороший ДПМ 2796, но это явно не ДПМ от десятки. Время перезарядки 7,5 секунд, ну чуть больше, это с учетом того, что у меня установлен досылатель в оборудовании. Что касается средней бронепробиваемости, 255 и 300, тоже не от десятки пробития, но в целом на своем восьмом уровне более чем достаточно. Средний урон 350, и это действительно очень скучно, хотелось бы, чтобы было хотя бы 380. Да, я понимаю, быстро перезаряжается и является точной, но все-таки хотелось бы, чтобы эта ПТХ забрасывала побольше. Она, к сожалению, очень хреново живучая из-за своей картонности, ну и, соответственно, за бой набросать особо много урона, как правило, не получается. Угол склонения орудия вниз, минус 8. Ну, такое себе удовольствие, с учетом того, что здесь нет рубки. То есть вы постоянно должны мало того, что корпусом доворачивать, так еще и на неровности играть, я бы сказал, не очень приятно. Вот такие вот ДТХ, давайте заедем в бой, посмотрим, что она может из себя представлять в реальности, ну и заодно дообсудим ценник. Итак, ребят, поехали, и давайте будем начинать обсуждать. Начнем обсуждать с того, что ПТшка довольно-таки проворная, очень маневренная, на месте, ребят, вот на секунду даже потеряю времени, на месте крутится просто, я бы сказал, божественно. По сравнению с другими машинами, она действительно тяжела к закручиванию, но, с другой стороны, если прям совсем притрутся вам к Бартине, то, понятное дело, что выкрутиться у вас не выйдет. Что касается ценника, 7500 за нее просят, и я считаю, что это дорого. Ее продавали за 8500 в составе набора, в который входил вот этот внешний вид, вот этот вот прожектор, который я считаю одним из самых хреновых обвесов в нашей игре, потому что вы его реально не видите, вот этот смайлик, который загорается в момент, когда что-то там в бою происходит. Короче говоря, абсолютно скучно, абсолютно неинтересно. И за это все, ребят, просили 8500, плюс к тому, там было открыто все оборудование, ну и, по-моему, там еще был аватарчик, если я не ошибаюсь, это все. По большому счету, я не могу сказать, что за 8500 в составе такого набора имело бы смысл данную ПТху себе приобретать. Она очень, очень сложная в реализации, особенно новичками, и поэтому я бы не рекомендовал прям всем бросаться на нее, даже когда ценник будет существенно снижен. Так, отхожу немножечко назад, не хочу сейчас подыхать, прям совсем не хочется. Ладно, попытаюсь, попытаюсь подъехать чуть ближе. Вау, вау, добрал на 28 хпшки, и мы здесь с сушечкой остались вдвоем. Ладно, постоим немножко, если что, развернемся, попытаемся пятками засверкать отсюда. Но, в то же время, мало ли, может у нас что-то здесь и получится годного. Так, Шкода уехала, тяж остался один, Химера спит. Короче говоря, вариантов не так уж и много, я бы сказал, что их очень мало. В общем, ребят, скажу откровенно, данная ПТха, она, ну, порадует прям, не знаю, процентов 5, наверное, тех игроков, которые ее себе приобретут. Особенно, если они будут приобретать ее по незнанке. То есть, купят, потому что это ПТха, потому что она имеет хорошие ТТХ, которые где-то можно увидеть. Возможно, кто-то посмотрит какой-нибудь обзорчик от именитого ютюбера, который расхваливает эту машину и говорит о том, что это прям имба-имбовая, потому что она супер ДПМная и мега подвижная. Да, я с этим соглашусь абсолютно полностью, но, блин, она действительно очень тугая. Очень тугая в реализации, если вы не супер модный игрок, который прям там готов без снарядов в бой зайти и все равно всех разобрать. Если вы на это не способны, то ПТха явно предназначена не для вас. Так, попытаюсь отсюда, блин, свалить, хотя сомневаюсь, что у меня это бодро получится. И в любом случае, ребят, это поражение. Поражение. Поражение позорное, блин. Ну, реально позорное поражение. Ладно, сейчас посмотрим на результаты того, что там получилось, хотя результатов, как таковых, здесь нет. Не сильно бодро бой сложился. Я несколько раз косанул, только лишь потому, что поторопился в отношении выстрела. Кстати, отдельно отмечу, что играть на сенсорнике очень сложно. Я имею в виду, если вы с сенсорника будете играть на данной ПТхе, то играть еще тяжелее, нежели на ПК. Это действительно правда. Ну что, ребят, отправляемся в еще один бой и посмотрим, что с этого выйдет. Итак, ребят, вторая катка. Поеду вместе с командой. Вообще, в отношении данной ПТхе могу сказать следующее. Машина доставляет удовлетворение от боя только лишь в случае, если где-нибудь вот так вот вы где-нибудь на карте нашли себе хорошую позицию, в которой вы еще и не светитесь при этом. Тогда прям вообще красота. И вот в такой вот позиции вы через каждые 7,7 секунды накидываете по, грубо говоря, 350 единиц урона. Тогда вы, да, действительно в бою будете получать удовлетворение от того, что вы на дальнем расстоянии, пользуясь очень точной, быстро сводящейся пушкой, разбираете, просто-таки в щепки разносите своих соперников. Как только вы с ними сближаетесь, как только игровая ситуация вынуждает вас все-таки поехать на передовую куда-нибудь или хотя бы приблизиться к ней. Вот с этого момента весь кайф и весь фан, который, в принципе, эта машина должна приносить, он куда-то исчезает. Просто растворяется, растворяется в пустоте и вы его не ощущаете абсолютно. Поэтому будьте готовы к тому, что данная машина, она зайдет вам только если вы будете играть именно где-нибудь там прям вдалеке, так, чтобы вас никто не видел, никто на вас не обращал внимания и ни в коем случае не стрелял в вас. Особенно данная ПТХ, в кавычках говоря, любит, когда в нее прилетают всякого рода фугасные снаряды, которые заходят в нее прям как горячий нож в масло, ну и, соответственно, доставляют бед. Ну а с учетом того, что на своем восьмом уровне она имеет запас прочности всего лишь 1150 единиц, то, ребят, будьте готовы к тому, что особо долго вы не продержитесь. Кто-то скажет, что 1150 это не так уж и мало. Я с вами соглашусь, но только лишь в случае, если эти 1150 надеты на какую-нибудь машину, у которой есть хоть какая-нибудь броня и которая хоть как-то где-то что-то танкует. Поскольку данная ПТшка танковать, в принципе, по определению не способна, то, соответственно, ну ничего хорошего эти 1150 вам не приносят. Плюс к тому, ребят, помните по поводу того, что данная ПТха имеет очень низкий силуэт. И с одной стороны это можно было бы назвать ее плюсом, а с другой стороны это ее минус. Потому что на многих картах, находясь где-то за какими-то укрытиями, вы элементарно из-за этих укрытий, из-за каких-то коробок, я не знаю, там порой даже из-за небольших каких-то насыпей, всякого рода брусчатки разбитой и разваленных домов, просто не можете увидеть своих соперников. И вы вынуждены из-за этих укрытий выезжать для того, чтобы все-таки в кого-нибудь прицелиться и выстрелить. Что тоже, кстати, не доставляет удовольствия. Потому что как только вы показываетесь из-за какого-то укрытия, поскольку рубки нет, довернуть орудие вы не можете, а в вас уже начинают сводиться и, как правило, даже начинают отбрасывать. 1140. Я бы сказал, что не фонтан, но в основном рассчитывайте на то, что где-то в районе 2000 урона вы будете за бой набрасывать. На большее способно, как я уже говорил, крайне малое количество игроков. Что касается моей результативности, ну вот такая вот она на данный момент в этом видео получилась. Ничего не собираюсь вырезать. Понимаю, что в комментариях найдутся те, кто начнут меня хейтить за то, что я плохо играю. Ребят, я играю неплохо, но на других машинах. На этой действительно давать какие-то крутые результаты очень-очень сложно. Если вы за честность автора и честность на канале, то прямо сейчас на него подписывайтесь. Я побежал снимать специально для вас. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.